Пусть П простой числом, П больше 3, М натуральное число, М больше 1. Докажем, что П в степени М отличается от ближайшей степени двойки более чем на единицу. То есть вот такое число, П в степени М плюс минус 1, не степень числа 2. Другая задача. При каких натуральных Н числа 1Н и 1Н плюс 1, оба, записываются в виде конечной десятичной тропы. И еще два уравнения. 3 в степени Х плюс 1 равняется 2 в степени У. И 3 в степени Х минус 1 равняется 2 в степени У. Это похоже на первую, только в качестве П все-таки взяли тройку, хотя в первой задаче П было больше чем 3. Давайте решать. Ну, здесь М число или четное, или нечетное. Давайте сначала посмотрим, что бывает, если М нечетное. Тогда П в степени М плюс 1, это П плюс 1 умножить на П в степени М минус 1, минус П в степени М минус 2, плюс П в степени М минус 3, минус и так далее, и так далее, вплоть до уменьшения. Вот в этой скобке М минус слагаемых, и все они нечетные числа. Значит, вот эта скобка является нечетным числом. Ну, вообще-то все. Оно больше единицы, потому что можно вот так вот скрупировать парами, да, и каждый раз будет положительная разность. Оно больше единицы, и оно нечетное. Если бы это число было степенью двойки, таков бы и не было. Посмотрим, П в степени М минус 1. Ну, ровно то же самое, только знаки станут чуть-чуть по другому. Здесь все знаки ставим плюсы. Опять-таки, вот эта скобка нечетная, совсем очевидно, что больше единицы число, а такого для степени двойки не бывает. Отлично. Теперь про 1N и 1N. Что значит конечная десятичная дробь 1N? Это значит, N это 2 в какой-то степени, где А не отрицательное целое число, умножить на 5 в какой-то степени. N плюс 1. Это тоже должно быть 2 в какой-то степени на 5 в какой-то степени. Потому что соседние числа, они рядом расположены, соседние числа не могут одновременно делиться на двойку или одновременно делиться на пятерку. Поэтому на самом деле варианты здесь такие. Или N это 5 в какой-то степени, а N плюс 1 это 2 в какой-то степени. Или же, наоборот, N это 2 в какой-то степени, а N плюс 1 это 5 в какой-то степени. В любом случае получается, что либо 5 в степени В плюс 1 равно 2 в степени С, либо 5 в степени Д минус 1 равняется 2 в степени В. То есть степень числа 5 отличается на единицу от степени двойки. Но мы только что решили задачу, где можно было в качестве В взять пятерку. И значит, показатель степени числа 5 может равняться только единице. То есть вот здесь вот D обязан равняться единице. Это, кстати, бывает. В таком случае А равно 2, D равно единице, N это 4. Одна четвертая и одна пятая действительно такие две дроби есть. Они как конечно-вистичные дроби. А вот в этом случае, если B равно единице, то 5 плюс 1 это не степень двойки. Значит, вот единственный есть вариант, одна четвертая и одна пятая. Теперь уравнение. 3 в степени Х плюс 1 равняется числу 2 в степени У. Одно решение очевидно. Х равно единице. У равняется 2. 3 в первой степени плюс 1 это 2 в квадрате. Если У больше или равно 2, то 2 в степени У делится на 4. 3 в степени Х дает в остатке определение на 4, либо единицу, если Х четное, либо тройку, если Х нечетное. Таким образом, число Х должно быть нечетным. Давайте запишем такое уравнение, перенеся единицу на право. Смотрите, эта разность должна делиться на 3. 2 в степени У при нечетном У дает в остатке 2 поделение на 3. А 2 минус 1 на 3 не делится. Значит, число У обязательно четное. Замечательно. В таком случае у нас 3 в степени Х представима в виде 2 в степени У пополам плюс 1. Умножить на 2 в степени У пополам минус 1. И эти числа обязаны быть степенями тройки. Ну, они при этом отличаются на 2. Какие степени тройки отличаются на 2? Числа 1 и 3. Значит, вот это число должно равняться 3, это число должно равняться 1. И вот получается единственное решение. Х равняется 1, У равняется 2. Хорошо. Теперь другое уравнение. 3 в степени Х минус 1 равняется числу 2 в степени У. Давайте докажем, что больше никаких решений нет. Ну, смотрите, У равно 2 не годится. Поэтому вот эта часть при всех У больше равняется 3 делится на 4. Значит, 3 в степени Х должно давать остаток 1 для деления на 4. Но 3 в степени Х при нечертных Х дает остаток 3, а при чётах дает остаток 1. Значит, Х обязательно должно быть числом черным. И опять возлагаю по формуле разность квадратов. 3 в степени Х пополам минус 1 умножить на 3 в степени Х пополам плюс 1. Это то самое 2 в степени У. 2 в степени У предстоит в виде произведения двух чисел, только когда это степени двойки. При этом отличаются они на 2, значит, на самом деле, вот эта вот в степени двойки отличающаяся на 2, это просто-напросто числа 2 и 4. Вот это число равно 2, вот это число равно 4. Значит, действительно, если У больше или равно 3, то обязательно Х это двойка, ну и, соответственно, У это тройка.